только самый несчастный. Хорошо. Таковы описания хиджаба по шариату. Какие могут быть ошибки у женщин-шеих в хиджабе? Каково описание хиджаба, выставляющего на показ красоту? Первое. К хиджабу, выставляющему на показ красоту, относятся раскрытия частей тела, ауратов, о которых ученые единогласно сказали о том, что не покрывать их харам. Например, ступни ног или даже часть голени. Или открытие шеи, или части волос, или ушей с украшениями. Харам показывать ухо. Таково единогласное мнение ученых и чма. Это тебе скажет любой шейх, который тебе понравится. Любой шейх тебе так скажет. Я говорю тебе, ступни ног — это аурат, голени — аурат, волосы — аурат. Ты носишь хиджаб. Почему платье выше щиколоток? Почему из-под платка выглядывает локон волос? Ну, вообще-то изначально я артистичная натура. Ношу хиджаб. Но он же должен быть элегантным. Это не хиджаб. Я говорю тебе, это не хиджаб. Это же аурат. Все ученые пришли к одному и тому же мнению, что показывать его запрещено. Это грех. Второе. Если женщина придерживается мнения, что лицо женщины не аурат. Я принимаю это. Все, шейх, я убедилась в правильности этого мнения. Сейчас я не буду ссориться из-за этого. Все. Я покрою все свое тело, кроме лица и кистей рук. Хорошо. Но зачем ты тогда покрываешь лицо разными видами красок и пудры, всеми цветами радуги? Она носит хиджаб. Намазала лицо красным, черным, синим, белым и вышла так на улицу. Она смотрит. Абая просторная, широкая. Как ты ей говорил? Так зачем выщипывать брови? Ты говоришь о религии. О религии. И в то же время накладываешь на лицо половину краски земного шара. Я носил хиджаб, наложила краски и выщипала брови. Зачем? Разве ты не знаешь, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, проклял женщину, выщипывающую брови, и ту, кто выщипывает их другой женщине? Одной женщине однажды сказали, что пророк проклял женщину, выщипывающую брови, и ту, кто выщипывает их другой женщине. Она сказала, братья, но не всем же Аллах сделал тонкие брови. Посмотрите, как она говорит о религии. Так можно говорить на заваленке, но не тогда, когда говоришь о религии. Она не говорит, Аллах сказал так-то и так-то. Она не говорит, посланник сказал. Третья ошибка. Если женщина носит никаб. Какая-то женщина носит никаб. Машаллах. Некоторые сестры, которые носят никаб, да наставят их Аллах. Сейчас носят подобие платка. Нижняя часть платка доходит только до низа шеи. Никаба не спускает до половины носа. Платок она носит над выщипанными бровями. Глаза подкрасила, приукрасилась и пошла вот так. Скажи мне ради Аллаха, это никаб? Это не то, что имел в виду наш Господь. Никаб должен быть таким? Это никаб? Что ты сделала? Ты так делаешь большую фитну, чем если бы ты раскрыла волосы. Побойся Аллаха. Побойся Аллаха в себе, в твоей религии. Открой глаза настолько, чтобы видеть дорогу и все. Главное, не носи никаб таким способом, да наставит тебя Аллах. Четвертое. К ошибкам женщин в хиджабе относится то, что их хиджаб сам по себе является... Главный смейский. Карп understanding, тяга. Продолжение следует...